Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников Чарльз Роберт Эшби, английский архитектор-дизайнер, который был основным двигателем движения искусств и ремесел, который заимствовал свою ремесленную этику из работ Джона Раскина, а его кооперативная структура и социализма от Уильяма Морриса. Я цитирую переводную Википедию. Один источник назвал Эшби дизайнером, архитектором, предпринимателем и реформатором общества. Его дисциплины включали работы по металлу, текстильный дизайн, мебель, украшения и другие предметы в жанрах моделн и искусства и ремесла. Он стал избранным членом гильдии работников искусств в 1892 году и был избран ее мастером в 1929. Родился Эшби в 1863 году к западу от викторианской разорвшейся части Лондона. Он был первым ребенком и единственным сыном бизнесмена Генри Спенсера Эшби, старшего партнера лондонского отделения фирмы Чарльз Леви Энко. Элизабет Джент Лави, дочери его немецкого делового партнера. Его родители поженились в родном городе Элизабетой Гамбурге, Германия. В 1862 году брат его матери Чарльз Лави внаследствовал немецкую фирму и стал политиком. У Чарльза Роберта было три сестры Фрэнсес Мэри, Агнес Дженни и Эльза. Семейная жизнь не была счастливой. Герри Спенсер, как и его сын после него, много путешествовал, был писателем, также стал известным эротическим библиофилом. Чарльз Роберт Эшби учился в Виллингтонском колледже с 1883 по 1886 год. Учился у архитектора Джорджа Фредерико Бодли. Эшби основал свою гильдию и школу ремесел в 1888 году в Лондоне. Молодое предприятие сначала размещалось во временном помещении, но в 1890 году у него были мастерские с розничным магазином. В 1902 году гильдия переехала в градство Глостер Шир, где благожелательная община оказывала поддержку местным покровителям. Но в 1905 году рынок мебели и изделий из металла был насыщен. Гильдия была ликвидирована в 1907 году. Вообще гильдия ремесленников специализировалась на обработке металлов, производстве виллерных изделий и эмали, а также изделий из меди и кованого железа, ручной работы, а также мебели. Широко иллюстрированный набор мебели был изготовлен гильдией по эскизам Бейли Скотта для Эрнеста Луи, великого герцога Гессенского в Дармштадте. Сам Мэшби часто конструировал предметы из серебра и других металлов. Например, пряжки для ремней, украшения, столовые приборы. Как архитектор был готов разрабатывать полный дизайн дома, включая внутреннюю мебель и украшения, а также предмет или камин. В 1890 годах он отремонтировал Водхаус возле Вомбурна Старфоршири для полковника Томаса Шоухеллера, коменданта Королевской военной школы музыки. Шоухелли поручил в 1907 году построить виллу в Армении, Сицилии, как маленький остров Англии в Италии. Его биограф Фиона Маккарти считает это самым впечатляющим из сохранившихся зданий Эшби. Он также проектировал здание в Владапеште и Лондоне. Эшби основал проект «Обзор Лондона». Обзор Лондона – это исследовательский проект по составлению комплексного архитектурного обзора центра Лондона и его пригорода. То есть, начал процесс обследования зданий Лондона. Занимался книжным производством и литературной работой. Разработал два шрифта. В 1906 Эшби опубликовал книгу «Коттеджи и домиков», а в 1909 современное английское серебро. Разосторонний человек. В 1924 году, после завершения работы в качестве советника по гражданским вопросам в Иерусалиме, Эшби написал отчет с названием «Иерусалим» в 1920-1922 годы. Отчеты про Иерусалимского совета в течение первых двух лет гражданской администрации. Книга, кстати, была переиздана в 2017 году. Написал два утопических романа. Вот как говорили о Эшби. Наполовину евреи, англиканец, бисексуал, женат, социалист, защитник природы, романтик, бунтарь, хулиган и самопроглашенный практический идеалист. Эшби был гомосексуалистом в то время, когда секс между мужчинами считался уголовным преступлением. Считает, что он был членом ордена Херонеи. Тайное общество основано в 1897 году поэтом и реформатором пенитенциарной системы Джорджем Айвсом для культивирования гомосексуального духа. В 1898 году, по-видимому, чтобы скрыть свою гомосексуальность, Эшби женился на дочери богатого лондонского биржевого маклера Жанет Элизабет Форбс, которого он признался в своей сексуальной ориентации вскоре после того, как она приняла его предложение. В течение 13 лет неустойчивого брака, который включал в себя серьезный роман его жены. У них родилось четверо детей. Мэри, Элен, Пруденс и Фелисити. Надо сказать, что вот написано в Википедии, в своей жизни на Эшби повлияли теории гомосексуализма, разработанной Эдвардом Карпентером. Эшби умер в 1942 году. Был похоронен в церкви святого Петра и Павла в силу. Внутренний экран церковной башни был разработан Эшби. Его статьи и журнал находятся в Королевском колледже Кембриджа. Не опубликованы личные воспоминания Эшби. Всего 7 томов хранятся в лондонской библиотеке. С 2015 года общество сохранения из Энда представляет ежегодную лекцию в честь Эшби. Ну так кратце о Чарли Роберте Эшби, английском архитектором и дизайнером, который был основным двигателем Движение искусства, ремесел. Все. Пока-пока. До свидания. Смотрим работы.